Во вторник, 16 июля, на городском стадионе прошла очередная игра первенства области по футболу среди юношей 2004-2005 годов рождения. Играли Фурмановский «Восход» и Ивановский «Текстильщик». Надо сказать, что команды уже встречались 1 июля на стадионе «Локомотив» в городе Иванове, где счёт игры был 4-0 в пользу хозяев поля. В домашней игре фурмановские ребята, конечно, хотели отыграться. Первый тайм закончился в ничью со счётом 2-2. Мичи забили Владу, Груздев и Александр Вотров. После перерыва нападающий Александр Вотров забил ещё один гол в ворота противника. Конечно, гости захотели отыграться, однако хозяева поля не позволили им этого сделать. Отлично сыграла вся команда. Конечно, к концу второго тайма устали все игроки. Но сражались до последнего. Ещё один мяч забил ворота «Текстильщика» на последних минутах – бомбардир Саша Вотров. Но гол не был засчитан, так как судья его не увидел. Таким образом, игра закончилась со счётом 3-2 в пользу фурмановцев. Герой игры всё тот же Александр Вотров, порадовавший болельщиков своими точными попаданиями. Забил 7 голов в этом первенстве. В этой игре забил 2. Третий спорный мяч был. Эта игра была очень слишком сложная, но победили мы. Футбол я начал заниматься с 8 лет. До сих пор люблю его. Мне нравится этот вид спорта – мяч пинать. По словам тренера, который уверяет, что мальчишки на поле выкладываются на все 100%, и у них есть все шансы войти в четвёрку лучших. Тогда есть возможность попасть в розыгрыш Кубка области. О неудаче своих подопечных в этом сезоне он объясняет тем, что в некоторых встречах наша команда играла в меньшинстве. Как тогда в Иванове с «Текстильщиком», что, конечно, сказывалось на результате. Что скажу по сезону? Сезон у нас немножко скомканный получился. Из-за того, что график игр не очень хорошо составили. Получается, мы играем по три игры в неделю, то есть через день. Ребята не успевают восстанавливаться, тренироваться не успеваем, пропускаем тренировки. Вот. Ещё у нас как бы проблемка возникла в том, что родители некоторых у нас членов команды их отправляют в лагеря. То есть, ребята, я сейчас скажу, пусть родители подумают, ребята целый год тренируются, чтобы поучаствовать в этом турнире. А родителей, можно сказать, их не спрашивая согласия, их просто отправляют. В этом году так получилось, что мы играли четыре игры в меньшинстве. Причём, одна игра у нас получилась с родником. Ничью мы сыграли, две игры проиграли. Вот. И одну вытащили кое-как. Вот. То есть, получились вот эти вот очки, потому что нас было мало, мальчишкам было тяжело в меньшинстве играть. Вот эти очки, как говорится, у нас потеряны, незаслуженно, я скажу. Потому что с родником мы сыграли 3-3. И, как и сегодня, судьи с родником у нас отобрали один чистый гол, потому что у нас тоже есть видео, там был гол, судьи не засчитали, потому что не увидали. Я считаю, что это просто некомпетентные судьи, которые неправильно занимают позицию на поле. Сегодня был такой же случай. Боковой судья находился не на том месте, где должен. Главный тоже был не на том месте, где должен был находиться. Обидно, конечно, но так получается. Вот. Хочу сказать, что мальчишки все молодцы. У них в этом году прямо вот командный дух, он у них прямо проявляется. С каждой игрой все сильнее и сильнее. Потому что играть в меньшинстве я несколько игр, это можно как бы сродни подвигу. Вот. Но я думаю, мы как бы из этой ямы вышли. Сейчас приехали у нас парни, которые были в лагерях. Вот. По сегодняшней игре что скажу. Игра была очень сложная. Вот. Потому что в первом тайме мы были в роли догоняющих. Но спасибо мальчишкам проявили характер и сравняли счет. А во втором тайме как бы собрались, поговорили хорошо в перерыве. И сразу в начале второго тайма забили третий гол и выстояли. То есть было тяжело, вытерпели, выстояли на зубах и победили. Последняя игра первенства состоится 31 июля. Восход сыграет с кенишемским волжанином. А ближайшая игра пройдет в субботу 20 июля. В этот день в Фурманове состоится сразу несколько матчей. Любителей футбола приглашаю. У нас будет 20 числа, большой футбольный день, сразу три игры. В 12 играют юноши, в 2 часа играет вторая команда. И в 5 часов вечера будет играть Восход. Восход.